Книга «Открытым оком», том 4. Тема «Потеряевка». Вопрос 1336. «Можете ли рассказать хотя бы кратко, как прошла встреча Пасхи в поселке Потеряевке?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Пасха в Потеряевке – это что-то запредельное, необъяснимое, остающееся на всю жизнь. Представьте состояние православного человека, который точно, без нарушений, старался исполнять весь Великий Путь, причащался, и вот он уже на рубеже встречи воскресшего Христа. Вокруг только друзья, только братья, ни одного чужого человека. Перед этим только на русском языке были прочитаны в храме деяния апостолов. «Священник служит искренне, верой, благоговейным. С нами и самые престарелые, и полупарализованные, и малые дети. Мы готовимся в эту ночь стать причастниками к телу и крови Господней. Напряжение все нарастает, приближается к 12 часам ночи. Все блестит, вымытое, вычищенное. Сияет множество огоньков, чисто восковых свечей. Никаких соблюдатых наушников. Это большая единая семья, как одно сердце и одни уста. Вы когда-нибудь видели детей до 10 лет? Мальчиков в длинных рубашках под поясок и девочек в платьях до полу. А на головах двойные плотки под булавку. И такие маленькие крокотульки им по 2-3 года все одеты так же и подходят к печасти. Без улыбки нельзя на это смотреть, и губы шепчут слова, благословения на них. И когда начнется крестный ход вокруг храма, нигде ни звука, но только звезды, как ярко начищенные, покрывают все небо и мерцают. Так и ощущается, что здесь же находятся ангелы. А какое пение! Все до единого певцы только верующие. Как говорил протопол Хабаком, одна эта ночь стоит всей твоей жизни. Испомнив даже лето об этой пасхальной ночи, ты непроизвольно прошепчешь вместе с Серафимом Саровским. Христос воскресе! Радость моя! Кто-то... Как-то был седина журналист К. Ганов. И он потом написал, что пасхальная служба начинается в субботу в 23 часа 20 минут. Описание красоты и торжественности службы равно, как и пресного хода вокруг храма ночью при свечах, занять неблагодарное, потому что это нужно видеть и слышать. Только ради хора. Я и не знал, что когда-нибудь полюблю духовную музыку. Я простоял в храме до конца службы, то есть до трех часов ночи. А потом народ дружно отправился на праздничную трапезу. На утро короткая получасовая молитва, общение с Богом, после которой за общим столом, общение друг с другом, взрослые подготовили несколько поучительных сценок из Библии, а дети несколько песен под аккомпанемент гитары и синтезаторов. А когда девушка, член общины, спела песню про жравлей, я не смог сдержать слезу, чего от себя уж совсем не ожидал. Хотите знать мое мнение о потеряльском феномене? Там я чувствую Россию, а здесь в Барнауле вижу лишь СНГ. Московский комсомолец на Алтае 11-18 мая 2000 года. Природа книга небольшая, начертана, начертаны творца рукой, в ней мироздание вечный строй и тайна истина роковая. В страницах дивных заключен высокой мудрости закон, познание, жаждаю, сгорая, загадку жизни разгадать, с правами разума дерзая, надменной мыслью все обнять. В книге сей спешим читать, ее читаем мы, вникая в смысл сокровеннейшей творца, и небо тайн не постигая, закроем, не узнав конца. 1828 год. Ефим Петрович Зайцевский. Годы жизни 1801-1860.